Белорусский язык – это удивительное явление в истории становления нашей страны. Собранные по крупицам фольклорные обряды, передающиеся с поколения в поколение самотканые рушники и скатерти, запечатленные литераторами народное слово, прошло большой путь. И сегодня для каждого из нас как что-то родное, такое близкое, такое трепетное. Представители всей городской библиотечной системы смогли продемонстрировать на празднике что-то свое, удивить гостей, показав, как немного мы на самом деле знаем о том, что важно для нас. Наша мова такая чудовная. И сегодня у детячей библиотеки имя Пушкина собрались шмат людей, которые увидели чудовные костюмы белорусские. Тут проводились вельми чудовные квесты, и соломки плетения, и вышивание злоскутков. Шмат людей затекавились белорусской кухней. Проект поддержали и ремесленники. Параллельно с библиотекарями они проводили обучающие мастер-классы в самых разнообразных техниках. Активную молодежь ожидал квест «Ценители театрального искусства Батлейка», созданное бережно руками детей. Творческий коллектив средней школы номер 33 смог удивить публику и собрать большое количество зрителей. Цару, цару, любая господа, у Батлея я сходил, ущип немовляк забил. Одно, рахи не дай я своего забить. Сама это и деда тебя литочки просить. Дети делают вместе со мною куклы. Вот когда дети делают куклу, вот такой момент таинственный, конечно, им это очень нравится. Они называют эту куклу, понятно, согласно сценария. И вот у нас такое тоже правило есть, что если мы взяли эту куклу, допустим, Сара, мы не меняем уже. Она так и остается Сарой. И если нужно для другого спектакля, мы делаем новую куклу. Собранная по крупицам белорусская традиция продолжает жить в людях, в культуре, в творчестве. А День родного языка – это просто хорошая возможность собрать всех вместе по хорошему поводу, что так важно сегодня.